Ребят, всем привет! О боже, я такая голодная, ребята! Вы знаете, когда я ела последний раз? Сейчас время 6 вечера. Последний раз я ела в 12 дня 2 яйца. Все, больше ничего не ела. Мы сегодня с вами едим роллы суши. Я не ела суши просто миллион лет. Суши это вот, это суши, это роллы. А это, ну такой, знаете, рулетик. Короче говоря, вкусно будет. Эти роллы, это хорошая, ребята, рыба. Мне некоторые пишут, ты очень много ешь рыбы. Нельзя в беременности есть рыбу. Ребята, есть рыбу можно, если она хорошего качества. И давайте, наверное, с нее и начнем, потому что эти ролики меня уже заждались. На самом деле они меня ждут, я не знаю, где-то уже час, пока я тут все сделала. Так, ребята, такая красота. Всем приятного аппетита. Кто кушает вместе со мной, поехали. Супер нежно. Огромный слой рыбы. Офигенный рис. Ребят, это рыба фэмили место. Офигенный суши. Просто топ. Давайте дальше еще раз, сразу. Это с осьминогом. Давайте так же я макну при вас. Макаю рис, ну потому что, ребят, не получится ни риса макать. Осьминог обалденный. Топ. Ребят, суши это топ. Я не ела суши очень давно. И, честно, вот это сочетание рыбы с рисом обалденно. Ну что, ой. О, васаби. Буду, наверное, вырезать, где я делаю м-м-м. Потому что этого будет, я думаю, сегодня очень много. О чем хотелось сегодня поговорить, ребят? Рыбу можно, во-первых, да? А во-вторых, мне многие говорят. Не многие, а в комментариях пишут люди. Такая стала гадкая. Видно, что беременность берет свое. Но вообще, комментарии в таком духе. Во-первых, ребят. Гадкая я была всегда. Можете расходиться. Кому не нравится. Ну, в плане гадкая. Обычная. Просто была недовольная. Мне кажется, это, в принципе, справедливо. По отношению к той ситуации. Также некоторые мне пишут, что я потолстела. Ребят, заходите в мой телеграм. Я реально там расскажу, сколько я сейчас вешу. Скажу вам так. Я набрала 10 килограмм за всю беременность. Сейчас у меня 34-я неделя беременности. 10 килограмм. Рожают в 40 примерно. Ну, плюс-минус. Давайте дальше сейчас. Подождите, давайте покушаем это. Так вот. Некоторые мне пишут. Вот. Это соус спайси. Это тунец. Давайте попробуем вот так. Хочу так. Ты сильно потолстела. Да, ребята, вы понимаете? Я вообще не сильно потолстела. Короче, знаете, как сделаем? Заходите в телегу. Ссылка в описании будет. Я там реально расскажу, сколько я вешу. Я даже при вас взвешусь. Знаете, вот так я скажу. Я прям взвешусь, потому что я набрала 10 килограмм. Но. Ребята, в беременность я заходила со своим максимальным весом. То, что я вам расскажу. Я пыталась худеть, у меня не получалось. Ну, вот так вот. Но я не скажу, что я, знаете, была толстая или еще что-то. Я также покажу вам фотки. Ну, там, не знаю, как вот я там на отдыхе. Вот в этом весе, да? Которую я там озвучу. Ну, типа, этому, ну, как бы, я нормально выгляжу. Просто кто-то при этих цифрах выглядит прям ужасно. Ну, там, не ужасно, но как полный человек. Я, в принципе, выглядела всегда хорошо. Вот. О, давайте дальше. Сейчас. Сейчас, ребята, давайте тунец. Я выглядела всегда хорошо. Вот. Ну, и сейчас я не скажу, что я сильно набрала. Но некоторые мне пишут, что вот ты там потолстела. Хорошо, ладно. Допустим, я потолстела. Но, ребят, одно дело вы мне говорите. Тут я прихожу к врачу. Сдаю анализы. Знаете, такая рыба. Рыба просто обалденного качества. Рыба просто топ, ребят. Вот, правда, девчонки, если хотите покушать роллы, вы беременны, идите, кушайте. Но самое главное, чтобы это было хорошее место. Чтобы это была не дешевая рыба. И что если рыба дешевая, лучше ее не есть. Когда все свежее, когда все вот такое качество, абсолютно можешь спокойно есть. В общем, о чем я говорила? Что? А, ну вот, прихожу к врачу. И у меня повышенные печеночные ферменты. АЛТ, АСТ. Ну, в общем, кто вот понимает, тот понимает. Повышенные у меня печеночные ферменты. И мне врач начинает говорить, что мне прям надо от всего отказаться. И вообще есть только салат и вот, и белок. И что вот я вообще очень много набрала. Хотя я немного, я считаю, набрала, что 10 килограмм это немного. Ну, знаете, хочу так сказать. Я... Я ем. Я могу съесть и сырок глазированный. 23% жирности. Я могу съесть печеньку, пряник. Могу. Но. Я могу съесть даже майонез, ребят. Да, могу. Но нужно понимать, что я не ем это на постоянной основе. То есть, это не мой основной рацион. В своем телеграмме ребятам я показывала, из чего состоит мой рацион. Что я, в принципе, ем здоровую еду. И я ем там, знаете, салат. Я ем углеводы, потому что я считаю, что углеводы важны. Я ем мясо. И, ну, как бы говорить, что вот тебе там надо полностью от всего отказаться. И даже там... Я говорю, ну я вот иногда могу съесть майонез. О, майонез. Нет, ни в коем случае. Ты уже так много набрала. Ребят, ну я за практически 8 месяцев набрала 10 килограмм беременности. Но я наберу еще 3. Ну это много разве? Ну то есть, понятное дело, что я заходила уже со своим максимальным весом в эту беременность. Но тем не менее. Ну то есть, я считаю, что вообще прессинг так у беременных, что ты там толстая, ты потолстела, ты набрала вот сколько ты набрала. Мне кажется, это лишнее. Если честно, это лишний стресс для девчонок. Так, ребят, это, по-моему, гребешок. Это, по-моему, гребешок. Пробую, пробую. Я даже роллы сейчас взяла. Я специально взяла сегодня суши, потому что суши, они менее калорийные. То есть, одна такая сушина где-то калорий 50, наверное, вот так. Ребят, это просто мед. Именно, обалденно. Или что это такое? Гребешок, по-моему. Суши, кстати, тоже бывают невкусные часто. То есть, они приносят там такой рис, ну, как каша. Каменный рис. И получается, что невкусно. Здесь имбирь очень вкусный. И я рада. Я рада, на самом деле, что заказала туда. Такой наборчик у меня получился на 3 500. Ну, так вот. Я в первый день, думаю, правда, буду есть один салат. Но я, понимаете, постоянно хочу кушать. Я не наедаюсь одним салатом. Мне хочется, чтобы у меня там был и салат, и гарнир какой-то, и мясо. Я, знаете, как делю тарелку, в принципе. Я вот беру тарелку и делю половину салата, прям тарелка, половину мяса, ну, там, или рыба, и половину какой-то углевод. Мне кажется, это правильно. Это... Ну, и что, если я захотела, допустим, я съела какую-то сладость. Я, кстати, не скажу, что вот в беременность меня прям тянет на сладкое. Нет, совсем нет. Так, ребят, давайте попробуем вот это. Это просто вау! Я такое не ела никогда. Я все время видела, что такое едят в азиатских мукбангов. Сама я такое не пробовала. Это... Спайси лосось. Спайси лосось очень вкусный. Поэтому, девчонки, если вас ругает врач, я думаю, что ничего страшного. Они, видимо, всех ругают. Ну, и вот, немножко у меня повышены эти ферменты. И мне врач говорит, это из-за того, что ты ешь жирное. Но я не особо-то сильно жирное ем. И мы встречались с друзьями, и вот... Девушка тоже недавно рожала, и она говорит о том, что у нее тоже эти ферменты были повышены. Ну, то есть, в принципе, это у беременных повышено, а не то, что это я вот такая плохая. Ужасно питаюсь. В общем, я пью... То есть, лекарство, чтобы понести эти ферменты, но... В принципе, я считаю, что... Все нормально. Это просто больше гон какой-то. Мм. Но также я знаю, что есть девчонки, кто набирает и 30 килограмм. Это много, конечно. Это, конечно, много. И тут уже, правда, надо... Ну, внимательнее, да, следить. Но мне кажется, это не мой случай, когда мне прям надо прессовать за то, что я могу себе позволить съесть, допустим, на завтрак яйцо с мазиком, знаете, вареное. Или вот сейчас поесть с вами роллов. Сегодня я прям реально постаралась выбрать, ну, максимально, знаете, не калорийные роллы. Самая калорийная из-за этого Филадельфия, потому что она, я думаю, со сливочным сыром. Ребята, ну, здорово на самом деле. Поэтому не бойтесь есть рыбу, но в проверенных местах, потому что самое опасное, это отравиться. Кстати, я в последнем видео говорила, что у меня варикоз. То, что это пишет. Это из-за того, что ты пытался тело сильно. Ты так пытался тело, ребят. Я не так уж и пытался тело. У многих варикоз во время беременности. У всех практически. И там говорят, вот, ты не слушайте ее, не носите чулки. Мы буквально вчера говорили с девчонками, что у всех у них вылез варикоз. И они потом пошли к филибологу, и он сказал носить чулки. Если бы они носили их раньше, то у них бы не было такой проблемы. В качестве профилактики на длительной прогулке, когда вы стоите на ногах и так далее. Просто если у вас нет проблемы с венами, то надо выбирать самую маленькую степень компрессии, чтобы вам там ноги сильно не сжимало. Вот и все. Я не помню, там я вроде оговорилась, сказала, наверное, первую, третью. В общем, девчонки, если вы, ну там, думаете, да, что вот для профилактики носить, то надо самую маленькую степень компрессии. Вреда от этого точно не будет. Да, то есть если вы там не будете себя перетягивать. Вот. Давайте вот дальше. Ребятки, сегодня очень-очень-очень-очень красивый мукбанг. Давно не было, знаете, таких красивых мукбангов. Как-то я все заказываю на скорую руку. Сегодня прям вау. Смотрите, какой толстенький. Суши – это моя новая любовь. Ребят, все, по-моему, знаете, что мы с вами будем есть? Суши вместо роллов. Вот тут они обалденные. Знаете, ничего лишнего. Вот я ем роллы. У меня что-то не есть. Но они не такие вкусные. Взяла соус спайси. По итогу даже не ем его. Поэтому, дорогие мои, слушайте свое сердце. Меньше переживайте, потому что я вот после врача пришла, и целый день у меня настроения не было. Целый день я себе грызла, что вот я там такое что-то плохое ем. Да все нормально. О, кстати, знаете, сходила на 3D УЗИ. Сходила на 3D УЗИ. Такие прикольные получились фотографии. Знаете, как бы это не просто УЗИ, а это 3D. То есть аппарат в 3D твоего ребенка показывает тебе. Не просто как УЗИ, а именно 3D. Очень прикольно, но у меня уже достаточно большой срок. То есть ребеночек, ну понимаете, когда срок поменьше, например, 25 недель, 27 недель, у ребенка как бы там больше околоплодных вод, и он не сдавлен. Он не в таком положении. А уже сейчас на моем сроке у нее там очень мало места, и поэтому она лежит вот так вот, знаете, как бы она поддавлена. Получилось в целом прикольно, я довольна. Я вообще, знаете, думала, что чем я позже сделаю, тем будет лучше. Но мне так казалось, что у ребенка будет выглядеть вот более правдоподобно, реалистично. Но по факту, чем больше твой срок, тем у тебя, у ребенка меньше там места, и, соответственно, он весь такой, такой вот немножко. Вот, но все равно получились прикольные снимки, там несколько. Но если бы я читала, что надо идти на 26-й, 7-й неделе, я думала, что это все фигня, и я пойду вот попозже. Но по итогу получились снимки. Хорошо, что хотя бы вообще получилось, потому что некоторые приходят, делают это 3D-УЗИ, а результат не получают, потому что ребенок там отвернулся. И вообще личика не видно, да, там только затылка видно. Вот, давайте креветочку. Креветочку. Ой, нет, ребят, я хочу вот это, если честно. Вот это, вот это, вот это. Вот так. Так что сделали. Прикольно, советую вам сходить. Мне Саша сказал, что зачем вообще мы это сделали, через месяц мы и так все увидим. Не знаю, мне хотелось, и у меня были очень положительные эмоции. У них роллы вкусные. Но роллы... Знаете, роллы более... Тут меньше рыбы. Тут сливочный сыр. Ну, тут как бы такое. Короче говоря, сейчас у меня новая мода, мне кажется, будет. На максимально ППшные вот эти вот вещи. Мне прям хочется, знаете. Я там смотрела разные роллы, на самом деле. Но как-то мне... Я вот даже эти заказала, ну, для красоты, чтобы было. Чтобы не только суши были. Но мне вот хотелось суши. И я думаю, что в следующем банке, может быть, мы тоже с вами сделаем суши какие-нибудь интересные. Ну, и вообще красиво суши кушать, да? Так. Это у нас креветка. Немножко сверху добавила васаби. Креветка, как креветка. Но тоже хорошо. Мне понравилось. Ребята. Кто любит роллы, попробуйте суши. Ой, спайс соус тоже обалденный. Так что вот, что еще вам рассказать. Для меня, кстати, будет это огромный шаг признаться, сколько я вешу. Для всех, я думаю, девчонка, это так. Ну, на самом деле, надо к этому проще относиться. И в этом нет ничего страшного, ужасного. Все сколько-то весят. Не знаю. Я раньше, знаете, как думала, что я должна весить там 45 килограмм, и тогда вот я всем могу сказать, что я вешу 45 килограмм, и мне не будет стыдно. В большинстве своем девчонки не весят 45 килограмм, только если им не 15 лет, да? Все весят там 60 плюс обычно. Вот, поэтому, девочки. Есть, конечно, индивидуумы, кто там очень худенький, кто и так далее, но в основном, мне кажется, все мы немножко такие в теле. Но это и хорошо. Этот с тунцом ролл. Вкусный, кстати. Там только спайс и тунец. Он, в принципе, тоже, знаете, как... Ну, как такая сашими, я не знаю. Нет, как суши, потому что тут только спайс и тунец, и, в принципе, все на этом. Рис обалденно вкусный. Ой, я уже, на самом деле, наедаюсь. Давайте попробуем вот это, последнее. Ну, все суши я сегодня захотела съесть. Все. Так. Это осьминог, похоже. Он не касается. Причиньте. Что это такое вообще? Я не буду это есть. Ну, кстати, ну, как бы по вкусу просто какая-то слизь. Я тут напишу, что это. Я не знаю, что это. Каракатица какая-то. Невкусно. Невкусно. Кстати, ребят, у меня 15 февраля день рождения, поэтому, если ты смотришь это видео 15 февраля, можешь писать мне смелые поздравления. Многие просят крылышки KFC. Ну, ребят, какие сейчас крылышки KFC? Меня вон ругаются, что я набрала много. Хотя я так, скорее, не считаю. Знаете, я вот на себя смотрю в зеркало, у меня нет лишнего жира вообще. То есть, знаете, есть девчонки, беременные, кто вот, ну, беременные, ее даже не видно. У меня абсолютно не так. У меня вообще нет жира, знаете, такого прям, чтобы схватиться за жир. Чуть-чуть ноги стали отекать, да. Но прям сказать, что я, ну, прям какой-то лишний-лишний вес, которым мне тяжело, нет. Я сейчас стала, конечно, с одышкой больше там ходить. Но это, знаете, мне кажется, потому что у меня просто подпирают легкие мои органы. Вот. Кстати, по поводу варикоза, вот то, что у меня там обнаружили. Я держу ноги вверх, я уже сейчас не ношу чулки. Ну, просто, знаете, слежу и на самом деле меньше напрягаюсь. Когда я на ногах стою целый день, да, мне очень тяжело. Когда я вот лежу полдня, знаете, так вот, то, конечно, легче. Ничего не болит. Поэтому, девчонки, берегите себя. У меня тут одна девочка написала комментарий, что она в беременность много ходила и, в общем, себя изматывала. Ну, как бы, знаете, не обращала внимания на сигнал организма, что надо бы сесть, отдохнуть. И мне кажется, может быть, мне это тоже присуще в некоторой степени. Я ее коммент почитала и подумала, да, мне надо просто больше отдыхать. И не стесняться этого, что я не хочу дальше никуда идти. У меня, я устала, да, чуть-чуть прошла, я устала. В этом ничего такого нет. То есть тут, знаете, полезное такое свойство, наверное, вырабатывается, что ты учишься замедляться, обращать внимание на себя, на свой организм. И не изматывать себя, это очень вот важно. Не изматывать себя, потому что окружающие, у них как бы нет этого лишнего, ну, как бы, утяжелителя, да, такого. Как вот мои, допустим, 10 килограмм, которые я набрала, конечно, я на себе их ношу, и мне от них, ну, тяжело. У кого-то там 15 килограмм, да, у кого-то еще. Вот поэтому имейте это в виду, мы это набрали, правда, в короткий срок, да, эти килограммы. И, ну, надо иметь это в виду, да, что мы не одни, у нас, уже внутри нас ребенок, надо беречь, и так далее. О, кстати, знаете, что мне еще девочка написала? Я вот сняла эту распаковку с вещами, последней, последней. Я уже наелась, на самом деле, ну, просто вот как бы так. Так, и девочка там одна пишет, что все, теперь будет только канал про вот, про маму, ну, типа мамский. Ну, ребят, меня это сейчас волнует, касается, я вам об этом призналась, и, конечно же, я буду этим делиться с вами. Вот, я даже не знаю, может быть, создать отдельный канал. Вот, кто досмотрел до этого момента, напишите мне, пожалуйста, как вы думаете, нужно ли создавать какой-то отдельный канал, еще что-то, либо... Все грузить на этот. Типа, что вот я подписывалась на макбанги, а тут какие-то детские вещи. Ну, блин, извините, ребят. Можно не смотреть, на самом деле, можно просто это видео там, если вам не интересно, его пропустить. Да? Слушайте, имбирь очень вкусный вообще. Ну, я наелась. Наелась очень сильно. Даже переела. Ну, вот в макбанге это такое. Здесь очень легко переесть. Что хочется, знаете, съесть побольше, чтобы подольше видео записать. Ну, вот так вот, видите, получается. Что оп, и переедаешь. Ребят, было обалденно вкусно. Роллы неплохие. Вот суши у них очень вкусные. Роллы неплохо. Роллы неплохо. Оставлю. Доедать, конечно, я это не буду. Я наелась. Я не знаю, кстати, сколько я съела штучек. У меня было 7 суши. Ну, я съела 6, да, из них. И я съела 8 вот этих штучек. У меня немножко камера, да, выбрала роллы. И это... Камера слепит. Так что вот, дорогие мои, я наелась. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Пожалуйста, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки будут в описании. Ну, а мы с вами увидимся очень-очень скоро. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok